Добрый день, программа Paradox в студии Степана Демура. Сегодня у нас такая интересная тема, очень интересные эксперты. Если вы заметили, в последнее время у нас идет такое небольшое бодание между правительством и Кремлем по поводу того, какую цифру роста экономики нарисовать. Там 3%, 5%. Даже Международный фонд, по-моему, подключился. Говорят, что будет 3%, президент требует 5%, и тому подобное. Вот некоторые эксперты, правда, считают, что вообще, получается, роста никакого не будет. Там уже вступили в рецессию, и последствия этой рецессии, может быть, даже депрессии. Вот хотелось бы сегодня обсудить с экспертами у нас в гостях Наталья Акединова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. И Игорь Николаев, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК. Добрый день, Игорь. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы начнем нашу интересную дискуссию, я полагаю, вот поправьте меня, если я где-то ошибаюсь, в расчетах. Так, вчера, по-моему, Скрынник, да, министр труда, кто у нас занимается трудом? Ой-ой-ой, Скрынник, бывший министр. А кто у нас трудом? Сельское хозяйство. Топилен. Топилен, да. А нет, женщина какая-то правительство есть. Ну, это, наверное, вице-премьера Ольга Голодец. А, Голодец, извините, они так похожи, что я... Она заявила, что у нас есть неучтенных голов на 40 миллионов, да, там 38 миллионов. Да, было такое же. Я взял, скажем так, с потолка прожиточный минимум, они же все живут, кушают, скажем, 10 тысяч рублей в месяц. Умножаем 40 миллионов на 10 тысяч, получаем 40 триллионов и умножаем на 12 месяцев, получаем, считайте, 48, 480 триллионов, да? Вопрос, это же сравнил с нашим ВВП. Они же ведь потребляют, а ВВП считается, грубо говоря, по конечным продажам, значит, где-то здесь ошибаюсь или наш ВВП очень сильно недооценен? Ну, если можно, я начну. Ну, во-первых, тут, по-моему, возникла некоторая путаница в цифрах, действительно, вчера всех потрясло вот это сообщение. Дело в том, что оно получилось путем вычитания из 86 миллионов трудоспособного населения 48 миллионов занятых в организациях. На самом деле нельзя сказать, что вся разница — это люди, которые непонятно чем занимаются. У нас из этих людей экономически активного населения чуть больше 70 миллионов, из них еще часть безработных, около 4,5 миллионов. В принципе, занятыми являются, ну, близко к 70, из них действительно 48 миллионов в организациях, то есть у нас прочие формы занятости — это около 20 миллионов, 20-22 миллиона. И, в общем-то, из них тоже часть, на самом деле, это самозанятые, которые известны, зарегистрированы, а часть — это действительно неформальная занятость. Проблема — это реальная, большая проблема, но она так примерно раза в два меньше, чем вот нам было сказано, но это не умаляет ее важности. Но все равно же получается тогда, ну, хорошо, не ВВП, а половину ВВП. Ну, не совсем. Это теневой сектор или нет? Вот эти люди, которые не учтены, это теневой сектор или нет? Ну, можно сказать, что это теневой сектор, неформальный. На самом деле, наш ВВП, так по статистике, он досчитывается некоторым образом на теневой сектор, примерно там 20-25 процентов. Поэтому нельзя сказать, что прям в ВВП они не входят. Другое дело, что эти люди, ну, как правило, либо вообще не платят, либо очень мало платят налогов. И просто бюджет не получает тех доходов, которые мог бы получать, если все они были в легальном поле. Во многом вот наши бюджетные проблемы с этим связаны. То есть и недофинансированы с пенсионной системой, и просто там консолидированного бюджета. Черт, а я думал, они связаны с воровством. Это отдельная тема, которую тоже можно обсудить, но она вот немножко уже в другой путь. Понятно, то есть вот вы назвали цифру 25 процентов, это вот, на ваш взгляд, именно в эту цифру оценивается так называемый теневой ВВП или экономика? Ну, где-то, где-то так, да. Да, да. Ну, вот по разным компонентам, там разные оценки, вот по товарообороту, по ВВП в целом. Но в целом это вот так, да. Нормально. Ну, это Росстат делает досчет, это, в общем-то, ничего удивительного здесь нет, это вообще принятая практика. Другое дело, что в мире в разных странах разная доля, естественно, теневая сектора. Вот у нас вот делает такой отсчет, например, на вот этот процент, о котором Наталья сказала. Ну, Игорь Иванович, вы стали говорить о Росстате, у меня вот такой вопрос возникает. Скажем, наша Академия наук или институты экономические делают прогнозы, делают оценки, они используют данные Росстата, да? Да. Вопрос, этим данным можно доверять или нет? Значит... Если можно, то в какой степени? Потому что, на самом деле, вопрос серьезный, вот, например, я почему-то задаю, потому что, например, ФРС, они в ноябре прошлого года признали, что вообще-то у них какие-то корявые экономические модели, они уже не понимают, что происходит. И когда у нас делается долгосрочное планирование, вот, можно ли доверять тем данным, из которых исходят экономисты? Так, прежде чем я отвечу, можно я внесу маленькую правочку, а то, вот вы так лихо сказали про 400 триллионов. Я сразу засомневался, пересчитал, но это не так, вы что? Но если мы 40 миллионов умножим на 10 тысяч, да, соответственно, 400 миллиардов получается, а то вот радиослушатели сосчитают, скажут, о, собрались там эксперты. Господа радиослушатели, мы здесь... Димур ошибся. Да, Димур ошибся, но эксперты посчитали, поправили, так что все нормально. Еще на 12 надо было умножить. Ну, да, еще на 12, понятно. Триллионов все равно не получится. Да, 4,8 триллиона. У меня всегда, старик, медика была очень-очень слабо. Но все равно это сопоставимо с ВВП, потому что ВВП уже в триллионах меряется, хотя он по году сейчас примерно 65 триллионов. Правильно, 1-0, все правильно, поэтому я так, все правильно. Да, а у нас это сразу резануло. Вот у Натальи не было времени, она отвечала на вопрос, а я тем временем посчитал. А вы думали. Я думаю, ну Степан чего-то тут... Загинул. Так, теперь о цифрах Росстата. А знаете, перефразируя известное выражение, а других статистиков у нас нет. Вот приходится верить. И я должен сказать, что по основным макроэкономическим показателям, а их, как известно, у нас два, это ВВП, динамика ВВП и инфляция. Те цифры, которые дает Росстат, ну, в общем, с определенной оговоркой можно им доверять. Мы делали проверку, насколько это было возможно со стороны, потому что такую фундаментальную проверку сделать невозможно. Первичные данные все равно у Росстата, он здесь монополист. Поэтому со стороны, если вы вдруг захотели проверить все это дело, не получится. Так вот, у нас вывод получился такой. По ВВП примерно, в общем, правильные цифры дает Росстат. Там есть подходы. И знаете, один из подход проверки данных. Вот это, кстати, международно признанный подход. Насколько правильно соблюдаются все процедуры сбора данных, агрегирования, сопоставления, потому что ВВП по-разному считается. В общем, примерно так. Поэтому, когда сегодня оказывается, что у нас фактически в феврале, ну, оценочно, у нас помесячные данные по ВВП, они оценочные. Росстат только по квартальной дает. Но вот Минэкономразвитие оценочно считает ВВП минус 0,1 в годовом выражении. То есть роста нет. Этому верить можно. Действительно, роста уже нету в российской экономике. Что касается инфляции, ну, знаете, я бы так сказал, если и вред, то ненамного, на 2-3% пункта. Я сейчас не буду углубляться, как мы перепроверяли. Поэтому и с учетом того, о чем я начал, с чего я начал, что других статистиков у нас нет, примерно можно сейчас, в общем, верить тем данным, которые дает Росстат. Я почему вас попросил, Игорь, потому что бывший начальник Росстата Симчер, если не ошибаюсь. Ну, он не был никогда начальником Росстата. Он возглавлял институт при Росстате. Вот он считает, что на самом деле Росстат все очень сильно перевирает. И на самом деле мне вот стало интересно, точка зрения, это так или нет? Вот моя точка зрения, не знаю, Наталья согласится или нет, никакого сильного вранья там нет. Пока, Вася, в этом случае. Хорошо, будем тогда верить Росстату. А у вас другого пути нет, но вы будете верить, а кому? Вы специалисты, я, так сказать, ведущий балабол. Вы специалисты. Вы еще и считаете неправильно. Да, я еще и арифметику не знаю. Так что остается только языком, молодец. Давайте, зато это хорошо получается. Спасибо. Ну, на самом деле, если серьезно перейти вот к тому вопросу, который мы собирались обсудить, вот все, не все считается, что стране нужен рост ВВП в 5%, да, для того, чтобы была социальная стабильность. Вопрос первый, откуда взялась эта цифра? Почему именно 5% роста, как говорят эксперты, необходимы для социальной стабильности? Ну, здесь... И почему, скажем, не 4% и не 6%? Ну, здесь есть такие две стороны. Во-первых, при 5% роста можно предполагать, что доля нашей страны в мировой экономике, ВВП, будет увеличиваться постепенно. Ну, потому что ожидаемый средний рост в мировой экономике, он, ну, там, около 4%. Вот, поэтому для того, чтобы наращивать свое присутствие, нужно расти быстрее. Второе обоснование — это то, что сейчас уже российский бюджет, российское правительство составило такие обширные планы на будущее, взяло на себя много обязательств по развитию различных сфер и социальной сферы, и обороны, планы по перевооружению, и по развитию отдаленных территорий, так как Дальнего Востока. И, действительно, поскольку предполагается, что значительное бюджетное финансирование понадобится на эти цели, то нужно это финансирование как-то обеспечивать. И этого, действительно, счетно нельзя сделать, если ВВП не будет расти там... Наталья, мы преремся на новостной перерыв и продолжим после новостей. Оставайтесь с нами. С нового эфира программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димур, телефон в студии 659-996, код город 495. Звоните, задайте вопросы. У нас в гостях сегодня Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики, Игорь Николаев, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК. И сегодня мы говорим о росте или падении ВВП в 2013 году. Ну вот, Наталья, продолжаю эту тему. То есть, получается, делается некоторая связь между динамикой роста ВВП и динамикой налогооблагаемой базы. Ну, эта связь, она объективно существует. И вот именно эти 5% обеспечивают нам социальную стабильность и светлое будущее. Не то что, да, светлое будущее. В первую очередь, социальную стабильность, возможно, и дешевле можно было бы обеспечить. Но поскольку планы амбициозные, то есть, есть намерение увеличить в полтора раза производительность труда, создать 25 миллионов новых рабочих мест высокотехнологичных. Для таджиков? Высококвалифицированных. Высококвалифицированных. То есть, как раз наоборот, изменить структуру экономики, уйти от сырьевой зависимости. То есть, вот под эти планы, вот 5%, там, а то и 6%. Ну, тут еще и чемпионат мира по футболу, универсиады, все наследие. Давайте я свою версию 5% хотелок, я бы так сказал. Но отталкиваясь от того, о чем сказала Наталья, действительно, ведь что получилось? Майский пакет указов президента прошлого года. Там масса целевых показателей, в том числе макроэкономических показателей. И, в том числе, повышение производительности труда в полтора раза, к 2018 году. Но, вообще-то, если вы хотите повысить производительность труда в полтора раза, на 50%, да, фактически за вот эти вот 6 лет, то ежегодный средний рост должен быть 7 с лишним процентов этой самой производительности труда. Одновременно прогнозы официальные у нас исходили из того, что экономика будет расти примерно на 4% в год. Знаете, такого не бывает, чтобы ВВП росло на 4%, а производительность, которая считается по ВВП и по числу занятых в экономике, на 7%. Ну, сократят число занятых в экономике, и все. План выполнен. Понимаете, разница? Я понимаю, да. То есть, такая нестыковочка вышла. Ну, и плюс, действительно, другие все планы надо выполнять. И вот мы вдруг слышим с начала года, хотим 5%. Вот хотим и все 5%, экономика уже на ноле, а хотелки эти о 5% мы постоянно слышим. Вот они откуда взялись. Но сейчас они, ну, вообще уже к ним относиться по-серьезному, ну, невозможно. Потому что 5% это ваше хочу, а реальная жизнь, вот по февралю, да, ноль уже по ВВП, фактически 0,1. Ну, самое печальное, что тенденция-то сформировалась. Ну, промпроизводство падает, электроэнергия падает, по-моему, на 10% был падение, что такое? Минус 2,1 падение промпроизводства в феврале, да, по виду экономической деятельности производства электроэнергии, газа и распределения газа и воды, это 10%. Правда, там был фактор календарный, потому что, да, соответственно, один день. Но, тем не менее, минус уже, а тут 5% мы постоянно слышим. Поэтому, ну, несерьезно, просто... Тогда вопрос сразу возникает. Ну, хорошо, экономика начинает замедляться. Правительство уверено в том, что рост будет там 3% или 5%, да, и они до сих пор уверены в том, что отток капитала не превысит 10 миллиардов. Уже не уверены. Уже? Уже, вчера уже другие цифры называли, да. Вопрос-то сразу возникает. Господа, а вообще вы как все это планируете? Ну, это вопрос не к нам. Нет, вот вы профессиональные экономисты, да? Вот как... У меня всегда возникает вопрос, когда... Причем он относится не только к нашему замечательному правительству, но и к другим. Когда они делают какие-то прогнозы, там через полгода, через год все сбывается с точностью наоборот. И вот как-то, как простого убывателя, в меня это не вселяет уверенность в завтрашнем дне. И возникает вопрос, а вот в правительстве сидят профессионалы, эксперты или... Не совсем, на ваш взгляд. Ну, все-таки... И потом, как можно строить, по идее, социальную политику и строить какие-то планы на будущее, когда правительство не в состоянии спрогнозировать, скажем, на год? Ну, знаете, есть разница между прогнозом и планом. То есть прогноз — это то, что мы, исходя из своих скромных знаний, можем предполагать, там, с той или иной степенью уверенности, вот, исходя из тенденций, исходя из каких-то таких обоснованных гипотез о том, что, в принципе, может быть. А есть вот хотелка, то есть план. То есть мы спрогнозировали, что вот экономика будет медленно расти или вообще не будет, и нам этот результат не нравится категорически. Поэтому мы пытаемся преодолеть эту ситуацию, ну, я сейчас как от имени правительства, как бы говорю, и придумываем какие-то меры, которые могли бы, на наш взгляд, рост ускорить и добиться вот каких-то результатов. То есть само правительство признает, что вот этот форсированный сценарий, который 5-6%, он отражает лучшее пожелание. То есть все-таки наиболее вероятным, ну, даже правительственные эксперты сейчас считают свой собственный консервативный вариант, который там средние темпы роста до 30-го года 3,2% всего. Но другое дело, что вот мы здесь считаем, что и это довольно оптимистичный прогноз для нашей ситуации. Но вот как-то так. То есть 3% это вроде бы прогноз, а 5% ну это вот план. Хорошо, сейчас замедление, да. ВВП, судя по всему, если посмотреть на землю, вот разговаривал с некоторыми предпринимателями и на Урале, и на юге страны. И люди, в общем-то, говорят о том, что у них идет падение и заказов. Самое страшное, что все друг другу должны. Такое ощущение, что ликвидность вымыта из среднего бизнеса. Все боятся одного, что кто-то в этой цепочке круговой поруки должников объявит банкротство, все останутся без денег. Строительный цикл не запустился в этом году. Вопрос, какие меры собирается предпринять правительство, чтобы перебороть эту ситуацию? Ведь мы можем очень быстро получить не рост в УВП, а падение в УВП, причем такое хорошее, затяжное. Что значит можем получить? Мы фактически это уже... Вы говорите, каков уровень профессионализма? Я считаю, крайне низкий. Вот неудовлетворительный уровень профессионалов. Там профессионалов, если и есть кто-то что-то понимает, то тот боится сказать. Ну как же? И действуют по принципу, чего изволите. Или не молчат. Или молчат. В результате получаем ситуацию, когда цифры совершенно расходятся с реальностью. Вот рисуют, что хочется. Это что, профессионализм? Это колебание с линией партии называется. Это, знаете, всегда находится, вот чего изволите, то и нарисуем. И никаких, в общем-то, как говорится, придирок не может быть. Вот так и действует. Но в результате-то что получается? В результате такого прогнозирования, такой оценки ситуации, адекватные меры не предпринимаются. С точки зрения профессионализма, что сейчас произошло и происходит вот в этом году? Вы сказали, обрисовали ситуацию в реальном секторе. Да, она такая, она еще хуже будет. Потому что, смотрите, в условиях замедления экономики, ухода ее в минус, мы умудрились повышать налоговую нагрузку. Это категорически противопоказано. Великобритания на днях заявила, мы будем принимать меры по снижению налоговой нагрузки. Год назад мы слышали от президента, от председателя правительства, от министра финансов, что до 2018 года налоговая нагрузка повышаться не будет. Правда, президент делал оговорку, это не касается сырьевых отраслей. Но на самом-то деле у нас и для несырьевых всех повысилось. А что это такое, да? Социальные и страховые платежи для работников тяжелых, вредных производств. А таких производств у нас треть экономики, НДПИ, акцизы и так далее и тому подобное. Это профессионализм повышать налоговую нагрузку, когда экономика замедляется. Вы же ее еще больше загоняете. Ну, она, наверное, не замедляется, а растет по 3 или 5 процентов в год. Какой она растет? У них, у них, у них, у них. А, все, тогда да, тогда да. Им уже даже официальные цифры, растаток говорят, что, ребята, все, ноль. И самое плохое, что надо же, ну, ноль это, ну, ноль, да, не растем. Но надо же оценивать тенденцию. А тенденция эта формировалась не в январе, не в феврале. У нас с середины прошлого года пошло явное, явное изменение. Вот именно как раз на земле люди-то и говорят, что где-то вот падение началось с середины прошлого года. А в это время принимался бюджет, исходя из прогнозов, что все будет расти. У меня вопрос к профессионалам. Кстати, бюджет у нас принимался действительно, там 3,7 сначала было нарисовано. Сейчас скорректировали на 1,1, 3,6 должна экономика. Это меня всегда умиляет борьба за 1,1. Да, за 1,1, да. Если почитаете прогноз до 30-го года, что там у нас на сколько производство свинины, допустим, должно вырасти? По-моему, на 27,8. Это даже с учетом вступления в ВТО? Это да, совсем. Супер. До 80-х просчитали, насколько там производство свинины должно вырасти через 17 лет. Когда не могут сосчитать, оценить, что будет в течение ближайших месяцев. А вы говорите о профессионализме. А вы знаете меня, что еще иногда убивает? Вот выступает какой-нибудь чиновник или даже эксперт или экономист. Говорят, вот такой прогноз развития экономики, бла-бла-бла-бла-бла. Но все зависит от цен на нефть, а цены на нефть спрогнозировать невозможно. Ну, это удобная отговорка. Ну, в общем, да. Ну, ладно, давайте перестанем издеваться над несчастным правительством. А почему перестанем? Послушайте, вы разве не слышали новость? Только что ведь новость же была, что ЦБ собирается в чиновников обанкротить, заставив их инвестировать в российские акции. И тогда-то экономика начнет расти. У меня такое впечатление, что там люди начинают уже, знаете, шарахаться. Вот начинается паника. Вот если проанализировать высказывания вчерашние, допустим, кто ваш... Вот шарахание начинается. Они не знают, что делать. Кстати, в профессионализме часто спрашивают, они что там, не понимают? Вот у нас по-прежнему многие думают, что, ну, если там, то все должны понимать. Ну, есть такое дело. Не понимают, не понимают. Неквалифицированные. Ну, что делать? Ну, это, как я говорю, результат отрицательной селекции. Ну, вот. Хорошо. Такая вот грустная ситуация вы обрисовали. Замечательно, что управление экономикой, насколько я понимаю, квалифицированное практически отсутствует. Она начинает замедляться. Вот, вопрос у меня к вам. Все время задаю его всем экспертам. Слушайте, цены на нефть высокие, да? Ну, очень высокие, в среднем. Почему при таких ценах на нефть начинает замедляться экономика? Ну, дело в том, что наша модель экономического роста, которая сложилась в 2000-е годы, и она давала высокие темпы роста, но не при стабильно высоких, а при растущих, постоянно растущих, быстро растущих. Подпитка капиталом постоянная, увеличивающаяся. Да, конечно, конечно. А вот, допустим, в 2012 году мы увидели такую картину цен на нефть, они достигли высокого уровня, но они просто перестали расти. И у нас перестали расти объемы нашего экспорта, потому что кроме там нефти, газа у нас ничего не экспорта. В рублевом выражении вы имеете до экспорта? В долларом. Ну, в долларом, в валютном, да. В валютном выражении. Ну, а там физобъемы тоже минимальный рост. Ну, там потенциал по нефтянке, он просто исчерпан. Наталья, мы опять прорываемся на новости на вашем рассказе. Оставайтесь с нами. Снова программа «Парадокс». С вами Степан Димур. У нас в гостях Наталья Акиндинова и Игорь Николаев. Ну, вот новости такие интересные сегодня приходят. На Украине оппозиция заседает в Раде, а большинство заседает непонятно где. Вот это демократия, я понимаю. Ну, вернемся к нашим баранам. Давайте возьмем сначала телефонный звонок. Бог знает, что подумают радиослушатели. Мы говорили о правительстве, правительстве... А я сказал украинское. В Украинской Раде. Не-не-не, ни в коем случае что. Нельзя нашу Думу трогать. Да, Сергей, в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. У вас действительно передача ответа с моим теме «Парадокс» и «Парадокс». Вы знаете, у меня, как у обывателя, как вы сказали, и как, в общем-то, у производственников, которые работают на территории России, весьма своеобразная точка зрения на то, что происходит. Ну, первое, что я хочу сказать. Прежде всего, нам надо всем просто работать. В каком плане? Первое, чтобы увеличить наш ВВП, нам, как минимум, надо создать борьбу с импортозамещением. Мы должны нашим предпринимателям делать то, что сегодня нам поставляют, будем так говорить, за валюту. То есть то, что мы вынуждены закупать за рубежом. Мы можем это все делать. У нас есть для этого и ресурсы, и силы, и знания. Но, к сожалению, почему-то непонятно, понимаете. Мы натыкаемся все время на какую-то стену. Это первое. Второе, я, наверное, не ошибусь, если скажу так. Ну, посмотрите, мы боремся за какие-то копейки. Мы говорим о том, и в то же время, телевизор хоть не подходи. Миллион там украли, 10 там украли. Ну, хорошо, украли. Но вернуть-то их должны. Это же наши деньги, это же государственные деньги. Ну, и третье, я, честно говоря, всегда с сомнением относился. В общем-то, да не обидятся на меня, экономисты. Ко всем прогнозам и ко всем расчетам. Мы не можем посчитать и даже прогнозировать до тех пор, пока у нас не будут конкретно работать законы. Государство должно жить по законам, понимаете. А законы у нас меняются? Ну, ну, так, как меняются. Поэтому я думаю, что говорить о росте ВВП, говорить можно. Но реально, чтобы обеспечить это все, и чтобы заинтересовать нашего производителя, и чтобы мы, в конце концов, вышли на какой-то определенный уровень, кроме нефти. Ну, в настоящий момент я так думаю, что Россия, знаете, как это, падшая женщина телом торгует. Вот есть у нас, возьмите это. Ну, остатками тела, да. Ну, к сожалению. Женщина, как вы сказали правильно, падшая женщина бальзаковского возраста. Вот такое мнение, на самом деле, с земли. Ну, с ним трудно не согласиться, на мой взгляд. Просто действительно странно. В общем-то, с одной стороны, говорят об импортозамещении, с другой стороны, мы тут же вскакиваем в ВТО. Как-то, по-моему, импортозамещение, это не особо помогает, поскольку у нас, мягко говоря, есть неконкурентоспособная промышленность. Итак, и вот сразу почему-то возникает такой вопрос и неприятное ощущение, что экономика начала замедляться, она входит в рецессию. А что дальше-то будет? Что ее сможет вытащить из рецессии? Скажем так, на мой взгляд, в ближайшем перспективе на взрывной рост цен на энергоносители рассчитывать не приходится, поскольку экономика везде замедляется, потребление падает. Каких-либо изменений с точки зрения структуры экономики тоже не предвидится. Борьба с коррупцией, ну, она носит такой показной характер, потому что есть запрос общества на это. И откуда брать, как говорят по-умному, драйверы роста? Если их нет, то что будет? Ну, кто возьмет эту грустную тему? А что значит не очень хорошо? Я сейчас поясню, что значит не очень хорошо. Вообще, если исходить, а лично мы, я исходил в своих прогнозах, которые, вот здесь я не соглашусь с нашим радиослушателем, знаете, пытаться прогнозировать надо всегда, но это должно быть более-менее обоснованно, не оторвано. Ну, действительно, не стоит уж... Ну, в конце концов, тоже люди прогнозируют, но когда совершенно отрываются от реальности, от этого плохо. Поэтому, если мы исходим из того, что кризис никуда не уходил, была первая волна, и если исходим из того, что это кризис вообще современной модели экономики, то прогнозы ведь таким образом выстраиваются. А у нас модель экономики стала другая за последние 3-4 года после первой волны? Нет. Нет. Ну, а почему тогда решили, что все закончилось? Зато мы готовы к кризису. Мы многому научились. Да. И знаете, как я слышал от тех самых чиновников обоснования, что мы очень даже готовы. Кстати, они об этом говорили еще осенью, о своей высокой готовности. А сейчас я спрашиваю, если вы так готовы, почему у вас уже все в минусе? Вы же полгода назад говорили, что вы готовы. Потому что готовность, оказывается, квалифицировалась или определялась следующим образом. Вот тогда, осенью 2008 года, нам пришлось сочинять новые нормативные документы, постановления. А сейчас у нас все болванки все уже на готове. Знаете, только цифры, сколько, куда денег выделим, и все. Вот это, по их мнению, была готовность к кризису. Так вот, мы не готовы. Модель экономики не изменилась. Вот это спекулятивная модель экономики. И это касается не только России. Это касается европейской и всей мировой экономики. Но если не изменили, чудес не бывает. Значит, получаете. Значит, будет вторая волна. И, к сожалению, не такая по амплитуде упал, отжался резкое падение, резкий отскок. А медленное вхождение, неизвестно, сколько находиться, так будем. И самое печальное, что нам все равно придется менять эту модель и проводить структурную реформу. Но вы уже будете проводить, мы уже будем проводить эти реформы структурные. В период, когда все будет не очень хорошо. А это еще более усугубляет ситуацию. Мы же видели это на примере того, что было с российской экономикой в 90-е годы. Да, тогда был кризис другой, трансформационный кризис. Но, в принципе, то же самое. Вот это вот падение, падение, необходимость реформ, еще больше ухудшение. Вот к чему ситуация подошла, на самом деле. Поэтому не столь оптимистичный прогноз. А что делать в такой ситуации? Ну, вот поздно бить боржоми. Вот придется пройти этот путь. Как я уже сказал, если вы не проводили в нужное время необходимые реформы, то вам придется их проводить в тяжелое время. И это еще более ухудшит ситуацию. Ну, я не знаю, что... Ну, а что значит ухудшит ситуацию? А что значит ухудшит ситуацию? Это значит, что от десятых долей падения мы можем перейти... Нет, ну, это понятно. Это все понятно. А как это выльется, скажем, как это отразится на обществе, на социальных институтах? Может случиться так, что уже реформу будут делать другие люди? Может, естественно. Потому что одно дело, да, вот когда цены на нефть высокие, вот это совершенно другое. Что-то есть у нас еще в закромах, в резервных фондах. Ну, ЗВР там сидят, нам их хватит на год, да? Да. А там все, кризис закончится. А сейчас другое. У вас, то, что у вас есть в резервном фонде, в фонде национального благосостояния, который, кстати, сейчас будут быстро расфукивать... Ну, приватизация. Сто миллиардов туда, сто миллиардов туда, так лихо, да? Ну, плюс его еще приватизируют. Ну, да. Деньги быстро закончатся. На обещанной... Валюта. Очень много. Мы же помним, к 18-му, к 20-му году. Будут вот так вот нервничать, потому что обещания не выполняются. Уже нервничают, кстати. Давайте соберемся, подумаем, что делать. 5% не получается. Будут делать ошибки. Вот что значит ухудшиться. А ошибки будут еще более ухудшать ситуацию. Это дальнейшее падение, это, да, замораживание зарплаты, это увольнение. Все, что сопровождает кризис. Вот что значит ухудшиться. То есть Пикулева будет, Пикалева будет здесь и там, и во всей стране. Я думаю, что будет. Я думаю, что будет, потому что обещания, естественно, начнут вспоминать, сколько было наобещано. Ну, тут чудес не бывает. Здесь по-хорошему бы, вот вы сказали, а что делать? Ну, смотрите, такой подход. Хорошо, если у нас справедливо, даже они называют падение внешнего спроса, тогда логично. Значит, должны ставку сделать на стимулирование на внутренний спрос. А мы слышим, вчера тоже не буду называть высокопоставленного чиновника. Говорит, а у нас вот, и это проблема, и в этом есть справедливость, а мы не можем эффективно тратить деньги внутри страны. Ну, это еще Кудрин говорил, а смысл инвестировать в страну, когда все разворуют? Тогда у меня вопрос. Ребята, через 14 лет... Кто управляет системой? Да, вы говорите, что вы не можете эффективно тратить деньгами. Это что же за система такая у нас получилась? Вертикаль власти. А эффективно? Более-менее, потому что это институты. Действительно проблема. То есть надо здесь вкладывать, надо стимулировать внутренний спрос. А создали систему с таким уровнем воровства и коррупции, что деньги будут разворовываться, неэффективно использоваться. И это тоже еще, кстати... А, Николай и Наталья, к вам дам вопрос. Когда я... Я Игорь. Извините, Игорь. Ради бога. Игорь Николаев. Смотрите, вот когда, скажем, строятся экономические модели, даже, пусть даже это не правительство, а Академию наук или специальные центры, учитывается уровень коррупции или нет? На это делается поправка? Не, ну, смотря какая модель, есть модели, которые учитывают уровень коррупции. Но, к сожалению, последние, скажем так, десятилетия, ну, те модели, которые использовало наше правительство, они, в общем-то, предпочитали пренебрегать вот этим. Вот, то есть считалось, что это, естественно, все, что воруют, но все равно нужно вкладывать ресурсы, что-то достанется там, дадим сколько-то на дороге, там, если там половину-треть построят, ну и хорошо. А, то есть это такая регономика по-русски, да? Капельками дотечет до экономики. Работала до тех пор, пока росли, действительно, внешние поступления. И сейчас, когда они не растут, а деньги, в общем, точно так же неэффективно расходуются, еще на отток капитала уходят, то уже видно, что вот эта вот неэффективность, она стала явной и очевидной даже, ну, для всех. А сделать вот в той системе, действительно, стимулов, которая сейчас существует, которая больше не производительное поведение поощряет, а именно перераспределительное. Вот дорваться до того места, где можно приобщиться к потокам финансовым, и вот там сидеть. Вот сейчас, сейчас, действительно, вот проблема, вроде бы все согласны, да, коррупция, но как победить? Ну, как пчелы, ну, смотрите, есть же пример Сингапур, Грузия. Позавчера приходил очень интересный человек, который рассказывал о Грузии, как они там быстренько разоборились с коррупцией. Почему-то у нас это не делается. Почему? Потому что, извините, в Сингапур, да, Ликван Ю, первый принцип, чистая центральная власть. Это значит, стратегия борьбы с коррупцией должна быть очень простая. Начинайте с себя. Да, политическая воля должна быть. Начинайте с себя, очистите всю самую верхушку. Не надо изображать такую деятельность по борьбе с коррупцией, компания, действительно. Ведь сейчас, вот правильно наш радиослушатель сказал, включаешь телевизор, радио, первая новость идет. Каждый день, где сколько, создали систему, вот это я называю кормления 21 века. Потому что давали подворовывать, ты был на крючке. Но так могло, и ты управляем, но так могло продолжаться до поры до времени. Мы дошли до ситуации, когда воруют и не делают. И вот с этим власти не могут сравниться. Ну ладно бы, воровали и делали, а то воруют и не делают. Потому что, как Наталья говорит, цены-то на нефть постоянно не растут, подпитки нет. И вот власти вынуждены были хоть как-то реагировать. Воруют и не делают, да что за бардак. Воровали и что-то делали, а тут теперь воруют и не делают. Ну и так и будет продолжаться. Ведь психология поменялась, на мой взгляд. Потому что после кризиса все чиновники очень сильно пугались. И они сейчас берут, как в последний раз. Это психология временщика. Да, да, да. Мы вернемся после новостного перерыва. Снова программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димуров. У нас в гостях Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики. И Игорь Николаев, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК. Разговариваем мы сегодня о экономических прогнозах и о динамике нашего замечательного ВВП. Я имею в виду валовый внутренний продукт. Давайте возьмем один телефонный звонок. Добрый день, Светлана. Алло, здравствуйте. Да, да, вы в эфире. Ага, спасибо. Я бы хотела задать вопрос. Вот я являюсь, ну, скажем так, может быть, я и участвую там где-то в экономике. Ну, пассивно, конечно. У меня есть вклад в Сбербанке, в валюте. И меня волнует вот эта вот ситуация у нас в стране, безусловно. И я боюсь, ну, как бы, будет ли у нас, вот как на Кипре, например, там, как-то денег не начнут выдавать, хотя вклад у меня меньше 700 тысяч рублей, но в пересчете на рубли. Я вот хотела бы задать вопрос экспертам. Может быть, чтобы мне не волноваться, стоит забрать мне деньги? Ну, положите хотя бы в банковскую ячейку, чтобы потом... Ну, потому что деньги небольшие, но последние, которые могли бы мне пригодиться в дальнейшем в жизни. Спасибо. Что скажете? Ну что, давайте я тогда попытаюсь. Значит, ну, Светлана, значит, ну, во-первых, я пожелаю, чтобы это у вас были не последние деньги, так что если еще что-то появится, будет здорово. Значит, пока, пока, вот во всяком случае, по этому году, я думаю, вы можете за них еще не волноваться. Поэтому могут пока полежать. Действительно, менее 700 тысяч рублей. Система страхования вкладов у нас пока работает. Это, конечно, не 100 тысяч евро, как на Кипре, а значительно меньше. Ну, увы, вот у нас государство гарантирует сохранность только такой суммы, значит, они у вас будут сохранены. Поэтому за этот год не волнуйтесь точно. А там задавайте вопрос снова, и я надеюсь, вы получите квалифицированный ответ и вам скажут, когда их можно забирать. Я могу, вот, и я берусь сказать, что вот с учетом того небольшого запаса прочности, который еще есть, пока сильно можете не волноваться. Ну, на самом деле, я тоже согласился бы с Игорем, что до конца года может не волноваться. А дальше нужно быть осторожным, потому что я подозреваю, что нашему государству очень сильно понадобится валюта, которой будет в тот момент резко не хватать. И все ваши валютные вклады, например, могут просто принудительно конвертировать в рублевые вклады по фиксируемому курсу. И что вот это вы выиграете, непонятно. Что касается держания, перекладывания, вернее, в ячейку. Ой, вы знаете, когда в наши банки приходят маски-шоу, там ячейка, не ячейка, потом идите докажут, что там лежали деньги. Это не выход. Если вы уж так боитесь, то для вас тогда остается два банка. Это алюминиевый и стеклянный. Если вы действительно этого боитесь. Ну, давайте все-таки вернемся к вашему обсуждению. Я вот на самом деле вынес такую странную и очень неприятную мыслю, что что-либо прогнозировать или что-либо пытаться делать в российской экономике по большому счету бесполезно, пока не будет восстановлена управляемость власти и пока не будет хотя бы нанесен мощнейший удар по коррупции. Пока она не будет, не то чтобы изжита, это занимает, может быть, два-три года. Грузины быстрее сделали. Пока эта проблема не будет решена. Или я слишком пессимистичен? Ну, я бы немножко по-другому здесь расставила акцент и не сказать, что совсем не согласна. Прогнозировать можно в любом случае. Я, может быть, неправильно выразился. Я имею в виду реальность. Да. Бывают прогнозы пессимистические. Да-да, пожалуйста. Да, бывают оптимистические, бывают реалистические. Так что, в общем, любая ситуация от более-менее поддается прогнозированию. Что касается управляемости власти, борьбы с коррупцией, проблема несколько шире. Здесь нельзя сказать об управляемости. Просто тогда мы все сведем к тому, что необходима политическая воля, там необходим наш реквандью и так далее. На самом деле все несколько сложнее. Потому что элиты у нас, ну, достаточно широкие группы, которые оказывают, на самом деле, влияние на то, что происходит. И, в общем, взаимоотношения между ними имеют значение. То есть, для того, чтобы улучшилась ситуация вот с верховенством права в нашей стране, с коррупцией, достаточно широкие слои, ну, элиты должны осознать, что по-другому, ну, что по-прежнему они жить уже не могут. Либо они пожрут друг друга, либо они все-таки договорятся, что правила надо, ну, нельзя столько воровать. И, в общем, нельзя не принимать во внимание какие-то долгосрочные, более долгосрочные горизонты, а только жить сегодняшним днем. И, в принципе, если это произойдет, то тогда ситуация может меняться в лучшую сторону. Если этого не произойдет, и будет вот упорство продолжаться в нынешней такой вот модели поведения, которая, собственно, проецируется у нас на всю экономику, то, в общем, кончится все это, ну, плачевно. А плачевно это как? Ну, плачевно тем, что будут нарастать просто дисбалансы внутри экономики, ну, в той же самой бюджетной сфере. Действительно, отсутствие роста, это означает, что отсутствие роста доходов, причем, учитывая, что у нас очень небольшой уровень дифференциации доходов, то, когда прекращается общий рост доходов, то, ну, более... Бедные становятся беднее, богаче, богаче. Ну, да, да, то есть просто происходит такое вот углубление и неравенства, и, в общем-то... Что чревато социальным взрывом. Да, да, безусловно, безусловно. Но здесь имеет значение еще недовольство и другой группы, то есть не только вот малообеспеченных, но и среднеобеспеченных людей, которые... Которые слышно болотят. Да, не устраивает вот качество именно жизни не столько там уровень их доходов, сколько то вот вся обстановка вот эта вот и с правом, и с коррупцией. И, в общем, они просто могут голосовать ногами, они просто могут сменить место жительства, и будет такой негативный отбор продолжаться по структуре населения. То есть просто с кем останетесь, государь? Ну, это же в будущем уже на этом... Ну, это не так далеко, как кажется. Вы думаете, они думают дальше, чем год? Они не думают, но это, в общем, время летит быстро. Игорь, вы согласны с такой пессимистической оценкой? Да, скорее соглашусь. Возможно, несколько дополню. Вот какое недопонимание у властей существует? Хотя мысль эта уже высказывалась, может быть, даже неоднократно, что действительно вот этот выборный цикл 11-12-го годов показал, что те условия социального контракта, которые были у нас между властью и обществом, контракт, который был с начала 2000-х годов, они, в общем, нарушены. Но за то время сформировался тот самый креативный класс, что называется. Вот раньше как было в начале 2000-х? Мы вам хлеба и зрелищ, а вы, в общем, особо не суетесь в политику, и все будет нормально. И очень многих это устраивало. Цены на нефть росли, благосостояние росло. Худой, бедный, какой-никакой, но вот этот креативный класс сформировался, который стал понимать, который этого уже не устраивает. Ну, так мы знаем, более-менее средний класс. Фактор риска для власти. Это первое. А второе, даже те, которые бы сейчас продолжали бы довольствоваться хлебом и зрелищ, оказывается, что обеспечить для них хлеба и зрелищ уже сами власти не могут. Вы что, хочется спросить у властей, этого не понимаете? Для вас же риски значительным образом выросли. Они понимают, они, скажем, создали такой суррогат, как гражданская платформа. Ой, да. Ну, не будем политику. Да, не будем совсем уж, а то не будем. Так вот, если из этого исходить, то, конечно, надо с гораздо большей ответственностью подходить вот к тому, что надо делать. И не питать себя иллюзиями о каком-то экономическом росте, о каких-то там миллионах в высококвалифицированных рабочих местах и так далее. Игорь, извините, у вас первое, а что надо делать? Вот давайте на позитиве закончим. Что надо делать? Давайте. Делать, конечно, надо массу всего. Ну, основные. Мы говорили о коррупции. Хорошо, я о ней скажу. Не надо изображать вот это, показухи ради вот эту всю компанию. Мы все-всем понимаем. И об этом уже говорили. Это должна быть реальная борьба с коррупцией, а не, соответственно, такая показушная. А вам не кажется, что реальная борьба с коррупцией равносильно самоуничтожению системы? Ну, при грамотном подходе, может быть, кто-то и сохранился бы тогда из этой системы. Но сама система, да, она бы саморазрушилась в данном случае. Так это же ответственность руководителей. А другой-то... Вам что надо? Сохранить социальное спокойствие и более-менее достойный уровень жизни? Ну, тогда надо саморазрушать такую систему, которая, мы видим, пришла к кризису на самом деле. Вот. Поэтому риски для... Но, как я уже сказал, это вопрос, и это дело ответственности, руководство, руководство. Должна быть политическая воля. Опять мы об этом. А что делать? Приходится говорить. Получается, у нас в стране нарушается правило, что экономика первична, а политика вторична? Ну... Или всегда наступает момент, когда что у нас производственные силы не соответствуют производственным отношениям? В политэкономию, в политэкономию. Пришлось изучать в свое время. Ну, так все, я думаю, изучали. Это одна из мер, да? На самом деле здесь череда мер. Я говорю, вот это, если развивать мысль, а ее надо развивать, если внешний спрос спадает, значит, стимулировать внутренний спрос. Я не могу сейчас просто конкретизировать ввиду недостатка времени, да? Не надо всех этих понтов в виде мегапроектов, мы и так... Вы знаете, с этими олимпиадами в субтропиках и так далее, вот как-то я вспоминаю все чаще сейчас, что летняя олимпиада в Афинах 2004 года была, а потом спустя некоторое время Греция стала Грецией. Вот такого рода проекты могут стимулировать экономику, а могут наоборот ее... Надорвать ее, подорвать. Да? А у нас объявили еще в 2020 году, мы еще экспо всемирную будем тоже организовывать. И как сказали, да там всего-то 60 миллиардов рублей потребуется. Ну, можно умножить смело на 10. Да вы скоро будете по миллиарду искать, мне хочется сказать. А пока вы бросаетесь тем, что там всего-то 60 миллиардов надо. Подумаешь. Проведем. Вот от этого тоже надо отказываться. Это тоже мир. Не надо этих, вот этого всего. Но не потянем мы с такой экономикой. Как обычно уперлись в политику. И опять. Но я считаю, все-таки на позитиве, все-таки мы заканчиваем. Все кризисы рано или поздно заканчиваются. Главное нам дожить до конца кризиса. Да? Будем надеяться, что мы все все-таки доживем до конца кризиса, который начался, несмотря на то, что нам говорят, что у нас будет прекрасный рост. Придется затягивать пояса. Я думаю, может быть даже дизельное топливо подешевеет. Заехал тут на заправку, дизель стоит дороже, чем 95-е. Это вообще нечто. Это нечто. Хотя, в общем-то, нефть особо не выросла. Ну что ж, на этой веселой ноте хочу закончить программу. У нас в гостях сегодня были Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития, Высшей школы экономики, Игорь Николаев, директор Департамента стратегического анализа компании ФБК, программина Суспан Димура. Удачи вам и дожить до конца кризиса.